Это Якутия 24 в прямом эфире. Вы смотрите выпуск «Итоги дня». С вами Влад Давыдов. Добрый вечер. О настоящем и будущем по республике идут отчеты правительства. Группа премьера Чекина отчиталась перед жителями столицы, а делегация министра экономики Осипова беседовала с линчанами. О чем шла речь? Места рабочие есть, но подходящих из местных нет. Почему промышленные компании, работающие в Олегминском районе, не могут трудоустроить коренных жителей массово? В чем проблема и решение? Из 14 учеников половина потенциальные медалисты. Как развивается гимназия Нижнего Куранаха Алданского района и благодаря каким направлениям? Сезонные проблемы для водителей. С приходом весны погода осложнила ситуацию на дорогах республики. Гололед – причина ряда ДТП. И в хоккей играют настоящие мужчины. В Ледовом дворце в столице открыли первенство республики «Золотая шайба». Роспотребнадзор из-за ОРВИ ввел ограничения в 10 районах республики и городе Якутске. Решение приняли в целях предупреждения массового распространения заболеваний в школах и детских учреждениях. Ведомство сообщает, что за прошлую неделю в республике за медпомощью с симптомами ОРВИ обратились более 10 тысяч человек. Из них половина приходится на город Якутск. При этом из числа заболевших ОРВИ более 87% – это дети до 14 лет. По этой же причине в городе Ленске в учреждениях доп. образования объявили карантин. Порог ОРВИ заболеваемости в районе продолжает расти. В этой связи главный санитарный врач Ленского района предложил ввести ряд ограничительных мер. В частности, с 6 по 12 марта включительно приостановили работу учреждений дополнительного образования и школ, где порог заболеваемости превысил 30%. То также запретили проведение культурно-массовых мероприятий в Ленске. Но мониторинг проводится ежедневно с Роспотребнадзором. Отслеживается каждый процент по классам, по группам. И вот на сегодня такая ситуация. Погодные условия с приходом весны осложнили ситуацию и на дорогах республики. В эти дни из-за гололеда в столице произошел ряд ДТП. Саргалана Захарова подробнее. Не успела весна вступить в свои права, как уже принесла для кого-то немало бед. С 1 числа на территории города Якутска произошло 29 дорожно-транспортных происшествий, из которых 18 столкновений, одно прокидывание транспортного средства, 4 наезда на стоящие транспортные средства, 3 наезда на препятствия и 3 наезда на пешеходов. В одном наезде пострадал ребенок. Весенняя пора. Горячее время не только для ГАИ, но и для служб, отвечающих за уборку дорог и тротуаров. Борьба с гололедом требует огромного количества времени и техники. Так, в сутки на дороге столицы выпускаются 12 единиц специальной техники. Машины разбрасывают в день до 200 кубов песка. Ежедневно с 5 утра до 8 вечера у нас производится подсыпка улиц города. Там порядка 100 улиц. Включаем морху, табагу, в катасах. Подсыпка производится везде. Также подсыпаем автобусные остановки. Это и заездные карманы, и площадки под автобусные остановки. Подсыпка идет не вся улица подсыпается, а именно перекрестки и пешеходные переходы. Именно там возникают наледи, которые могут стать причиной аварийных ситуаций. Впрочем, наибольшую опасность представляет несоблюдение водителями дистанции и скоростного режима. К сожалению, большое количество автовладельцев, двигаясь в потоке, не учитывая дорожные и метеорологические условия, пешеходов просим быть предельно осторожными на улицах и дорогах. В гололед тормозной путь значительно увеличивается, и водитель не всегда может вовремя остановить транспортное средство. Сарглана Захарова, Кристина Якупова, Василий Слепцов, Григорий Охлопков, Якутск. К другим новостям руководитель региона Егор Борисов принял участие в заседании коллегии Минвостокразвития во Владивостоке. Обсудили итоги работы министерства за прошлый год и определили задачи на будущее. Стратегической целью номер один ставят обеспечение роста валового регионального продукта Дальнего Востока выше, чем в странах АТР к 2025 году. К этому времени этот показатель должен вырасти на 8%. О чем еще шла речь на заседании нашему телеканалу по телефону прокомментировал руководитель департамента по информационной политике администрации главы и правительства Роман Манзяк. Юрий Трутнев подчеркнул важность проведения итогового мероприятия менее чем за две недели до выборов президента Российской Федерации, поскольку целью всех преобразований на Дальнем Востоке является повышение комфорта и качества жизни людей. Егор Борисов в своем выступлении от имени Якутия на всех дальневосточных поблагодарил президента Путина за то, что он избрал Дальний Восток национальным приоритетом на весь 21 век. Благодаря реализации стратегии 2020, поддержанной президентом страны, Якутия раньше своих соседей приступила к реализации крупных промышленных проектов на своей территории. Увеличиваются доходы бюджета, повышается качество жизни, развиваются социальные сферы. Благодаря этому в Якутии растет средняя продолжительность жизни. Сегодня она превышает 71 год. Самый высокий показатель на Дальнем Востоке. Пять лет назад было 66 лет. Наша республика – единственный регион в ДВФО, в котором отмечается естественный прирост населения, подчеркнул Борисов. Ну а саботажем назвал полпред Юрий Трутнев невыполнение поручений президента России по субсидированию авиаперевозок. Цитата. «Объяснение Минтранса и Минфина сегодня, что деньги вроде есть, но расписаны на другие цели – это саботаж», – сказал Трутнев журналистом. Ранее в Минтрансе страны сообщали, что объем субсидий, выделяемых государством на поддержку авиаперевозок по России в 2018 году, составляет 7,2 миллиарда рублей. Годом ранее на эти цели было выделено почти столько же средств – 7,3 миллиарда рублей, а в 2016 году – 8,7 миллиардов рублей. В настоящее время в стране действуют программы поддержки внутренних авиаперевозок из европейской части страны на Дальний Восток, в Калининград, Симферополь, а также программы субсидирования межрегиональных рейсов. Между тем, правительство России планирует расширить программу на многодетные семьи, чтобы они могли пользоваться льготными авиабилетами. Об этом сказал глава Минвостокразвития Александр Галушка. Ранее стало известно, что в текущем году плоский тариф может быть распространен на Якутск, Благовещенск и Анадырь. По подсчетам, с 2018 года 900 тысяч человек смогут купить билеты по доступной цене, благодаря введению так называемых плоских тарифов для дальневосточников авиакомпании «Россия». Помимо этого, из федерального бюджета субсидируются авиаперелеты для студентов, пенсионеров и людей с ограниченными возможностями здоровья на Дальнем Востоке. Объем общих запасов алмазов Алроса с учетом разведываемых месторождений за год увеличился почти на 58 миллионов карат. По состоянию на 1 января этого года он составил 1 миллиард 182 миллиона карат. В целом, на выполнение геолого-разведочных работ в минувшем году Алроса направила в общей сложности почти 8 миллиардов рублей. Прирост запасов связан с разведкой и оценкой глубоких горизонтов трубки «Интернациональная». Подсчетом запасов глубокий горизонт в трубке «Юбилейная». Кроме того, завершением оценочных работ по третьей очереди погребенной россыпи «Нюрбинская». По итогам прошлого года Якутия уверенно вошла в тройку регионов-лидеров после Москвы и Татарстана по исполнению майских указов главы государства. Это озвучили на встрече председателя правительства республики Евгения Чекина и членов кабинета министра с жителями столицы. Премьер-министр отчитался перед гражданами об итогах работы за 2017-й. Чекин отметил, что с 2013 года стабильно растет численность населения республики за счет увеличения рождаемости, снижения смертности и миграционного оттока. Так, по сравнению с 2016-м число населения возросло более чем на 3 тысячи человек и составило 963 тысячи. Это максимальное значение за последние 17 лет. Кроме того, премьер подчеркнул, что все социальные обязательства правительства исполняются в полном объеме. Пособия и выплаты из бюджета республики проиндексированы с января прошлого года на 4,9%. Из федерального бюджета с 1 февраля на 5,4%. Пенсии в среднем выросли на 9,6%. Что касается дальнейшего повышения пенсии в этом году, пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в том числе и социальные с 1 апреля, будут повышены на 4,1%. Отчеты правительства идут и в районах республики. В эти дни в Ленске работает группа с первым вице-премьером министром экономики Михаилом Осиповым. Прошли встречи с населением в Беченчинском и Салдыкельском на слегах. В Беченче жителей волновали вопросы нестабильного социального положения молодых семей, отсутствие субсидированных авиабилетов с Ленска до Якутска. В частности, в этом вопросе министр экономики сообщил, что проблема связана с ограниченностью бюджетных денег. Но все же направил этот вопрос в Минтранс для официального ответа. Ну, трудно обещать, что появится субсидирование. Может быть, это отчасти еще, ну, лукавить не буду, связано с тем, что по отношению с арктическими УЛУСами, наверное, Ленский УЛУС считается, ну, значит, с более высокой средней оплатой труда. К другим темам проектно-исследовательская работа, программирование и конструирование. Эти аспекты и направления делают упор в гимназии поселка Нижний Куранах Алданского района. Там уверены, что это ускоряет развитие воспитанников. Рассказывает наш корреспондент Татьяна Вахнина. В этом учебном году к Галине Стасенко пришли первоклашки. За три четверти учительницы и дети стали родными. В Нижнекуранахской гимназии Галина Александровна сеет разумное, доброе, вечное полтора десятка лет. И плохих учеников, говорит педагог, у нее не было. Ну, надо сказать, что плохих ребят не было. Все, что какие-то были у нас интересные истории, они остались с нами. Ну, они были все исправимы, поправимы. Главной чертой Нижнекуранахской гимназии директор Роза Улыбина называет комфорт среды обучения, который поддерживается всеми участниками учебного процесса. Педагоги стимулируют в воспитанниках непрерывный интерес к познавательной деятельности. На окружающем мире третиклассники ищут полезные ископаемые. А в неурочное время дети целиком посвящают науке. Вместе с учительницей Викторией Николаевной они проводят исследования в самых разных областях. На уровне класса мы, наверное, штук 10 делаем, да, ребятишки? Это точно 10, потому что и разно проводим мастер-классы, и можно посмотреть, даже мы показали выставки у нас фонтана, мы изобрели свой фонтан, грибы мы выросли. 11 класс в школе один из самых сильных, и не только по общей физической подготовке. Из 14 учеников шестеро – потенциальные золотые медалисты. Сейчас у ребят урок информатики. Этот предмет давно не ассоциируется со столь далекими от реальной жизни формулами и символами. Это техника будущего. Робот-погрузчик, согласно заданной программе, сам вывозит и разгружает руду. В горнорудной компании, которая ведет золотодобычу в Нижнем Куранахе, такая машина пригодится. Ребятам интересно пробуют разные модели делать, пишут программы, чтобы эти роботы работали не только как игрушки, но и примерно пригодились в жизни. Ребята увлеклись робототехникой пять лет назад. В Алданском районе Нижнекуранахская гимназия стала первой школой, освоившей область программирования и конструирования. Успехами по праву можно гордиться. В этом году ученики завоевали третье место в республиканском фестивале робототехники. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Алданский район, Нижний Куранах. Сейчас короткая реклама. Оставайтесь с нами и смотрите во второй половине выпуска. Места рабочие есть, но подходящих из местных нет. Почему промышленные компании, работающие в Алёкминском районе, не могут трудоустроить коренных жителей массово? В чем проблема и решение? Признал вину и заплатил штраф. Дело в отношении бывшего врача, избившего пациентку в Ниренгринском районе прекращено. В хоккей играют настоящие мужчины. В ледовом дворце в столице открыли первенство республики «Золотая шайба». Это Якутия 24 в прямом эфире. Мы продолжаем выпуск «Итоги дня». В селе Тяне Алёкминского района прошло большое выездное совещание с участием властей республики и представителей промышленных предприятий. Речь шла о важном вопросе – трудоустройстве местных кадров в промышленные компании, в частности, представителей КМНС. Озвучили, что рабочие места есть, а взять туда местных массово не получается. Почему и что делать? Репортаж нашего корреспондента Елены Фаст. На территории Алёкминского района работает ряд крупных промышленных предприятий. Но насколько возможно получить там вакансию – вопрос другой. Именно по этому поводу прошло большое выездное совещание в селе Тяне. Алёкминский район в последние годы особенно развивается промышленность. Но развивая промышленность, должны привлечь местных жителей, местных кадров. Но в связи с этим выплывает одна проблема – это как бы наши жители не готовы работать в промышленности. В связи с этим, конечно, сегодня надо совместно решать. Совместно руководителями промышленности, руководителями глав наследов и района. Представитель компании «Нерингри Металлик» озвучил – дефицит кадров имеется. При этом достаточно большой список вакансий. Вроде бы происходит запрос у нас, какие нам нужны профессии. Но в итоге готовых кандидатов, обученных кандидатов на трудоустройство, с этих регионов поток не такой необходимый, как нам нужен. Поэтому мы вынуждены брать с других регионов России. Однако при том, что предприятие в районе значительный срок, не имеется соглашения о совместной подготовке кадров. Такая же ситуация и по другим крупным компаниям, имеющим, тем не менее, значительное число работников. В прошлом году разговаривали с представителями «Транснефти», с их подразделением региональным. Они говорили об отсутствии квалифицированных кадров. Я всегда на этот аргумент парирую. Но вы здесь действуете уже 10 лет. За 10 лет можно было любого школьника, если было бы подготовить высококвалифицированный кадр, который бы уже начал работать. Просто, соответственно, нет продуманной программы подготовки специалистов. Некое соглашение о сотрудничестве с Нерингримиталик есть у Тяньского наследа. Трудоустроено 7 человек. Но опять же, эта цифра теряется в общем числе. Глава республики ставит вопрос о более продуктивном сотрудничестве. Глава республики, Егор Афанасьевич Борисов, ставит перед нами задачи, какие в год за 10 занятости в Олегминском районе. Вот эта вот с промышленностью, эта смычка, она должна быть очень ярко выражена. И мы подтягиваем промышленные компании, которые работают на территории Олегминского района, для того, чтобы и представители коренных младших народов Севера, и представители других этносов, проживающих на территории Олегминского района, они должны быть обеспечены работой. Каждый вопрос, возникший в ходе совещания, запротоколирован и будет рассмотрен в республике. Важна и сама встреча. Это позволит точечно определить будущее направление. Те же вопросы привлечения и трудоустройства местных жителей на сезонные постоянные работы в промышленных предприятиях Южной Якутии обсудили на выездном заседании уже в Нерингринском районе. Участвовали народные депутаты республики во главе со спикером Александром Жирковым. Сюжет Екатерины Павловой. Основными вопросами обсуждения на расширенном рабочем совещании стали вопросы профессиональной подготовки и переподготовки специалистов, привлечения и трудоустройства на сезонные и постоянные работы в промышленных предприятиях Южной Якутии, местных кадров. В частности, специалистов из сельских районов республики. Он должен быть готовым менять свой образ жизни, стиль жизни, ритм жизни. И здесь от муниципальных образований требуется очень многое. Прежде всего, от руководства муниципальных образований в этом плане. Место проведения совещания выбрано не случайно. Нерингринский район является одним из ведущих промышленных районов республики, где ведут свою деятельность крупные предприятия. Сегодня Нерингринский район действительно может предложить не одну тысячу рабочих мест в связи с тем, что у нас территория, переживающая его развитие, начинает набирать обороты. И я уже говорил и буду всегда говорить, что на одного работника промышленного производственного персонала необходимо до семи человек, обслуживающего персонала. Участники совещания посетили Нерингринский угольный разрез, горнообогатительный комплекс Денисовский, местные средние и высшие учебные заведения. Делегатами было отмечено, что учебная база в районе хорошая. Подготовка ведется по многим востребованным профессиям промышленного характера. Сегодня важно взаимодействие сельского профобразования с промышленным. И в целом сельских муниципалитетов с муниципальными образованиями. По итогам заседания были подписаны соглашения о совместном сотрудничестве в области обеспечения трудовыми ресурсами между угольной компанией «Колмар» и муниципальными образованиями Мегино-Кангаласки, Намский, Усталданский, Чуропчинские районы. Хочется надеяться, что такая систематическая работа госсобрания «ЛТМН» принесет свои плоды в деле реализации указа главы республики о содействии занятости якутян. Екатерина Павлова, Вадим Барашков, Нерюнгри. Жители Якутии выберут проекты благоустройства. Какие общественные места преобразятся, в ближайшее время определят сами горожане. Так и 18 марта жители Мирного Алдана, Нерюнгри, Ленска и Якутска смогут проголосовать не только за кандидатов в президенты, но и отдать свой голос за проект благоустройства территорий. Программа «Комфортная городская среда» выходит на второй этап. О подробностях проекта рассказали сегодня на встрече с прессой главный городостроитель столицы Ирина Алексеева и замминистра ЖКХ и энергетики Наталья Чукавина. Я хочу отметить, что в этом литинге у нас с вами могут принять и школьники, имеющие паспорт в возрасте 14 лет и старше. Все эти проекты во всех пяти городах республики размещены на сайтах, размещены в средствах массовой информации. И эти дизайн-проекты в виде стендов, ну там, не менее формата адреса, будут размещены в местах произведения голосования. Более того, мы призывали, чтобы волонтеры, эксперты официально могли прокомментировать этот или иной опеку во время проведения этого класса. Дело в отношении бывшего врача, избившего пациентку в Неренгринском районе прекращено. Он заплатит штраф в размере 30 тысяч рублей, сообщается на сайте Следственного комитета страны по Якутии. Ранее прокуратура сообщала, что в новогоднюю ночь в селе Иенгра возник конфликт. Мужчина ударил женщину. Днем она пришла снимать побои в фельдшерский пункт поселка и попала на прием к врачу, в котором узнала своего обидчика. Он отказался ее осматривать, при этом применил насилие. Видео эпизода инцидента в больнице попала в интернет. По данному факту возбудили уголовное дело. Позже женщина согласилась на прекращение дела в отношении сбившего ее врача после того, как тот признал вину и возместил ей моральный ущерб. 25-тысячный сертификат на материнский капитал вручили в столице Якутии. Сегодня управление пенсионного фонда столицы зарегистрировало юбилейный документ. Обладательницей сертификата стала семья Игнатьевых. Три месяца назад у них родилась вторая дочь, и в преддверии международного женского праздника, в торжественной обстановке, молодые родители Алена и Иван, получили долгожданные документы и подарки. Отмечу, что с января этого года были внесены изменения. Таким образом, семьи, которые оплачивают за дошкольное образование, могут начать получать финансовую помощь уже через два месяца после получения права на сертификат. А малообеспеченные семьи имеют возможность оформить ежемесячную выплату из мат-капитала. У нас есть очень огромная мечта. С помощью этого сертификата и государства мы хотим купить однокомнатную квартиру для наших детей, для их будущего. В Мирном впервые прошел открытый турнир главы города по масс-рестлингу. Кто стал обладателем главного приза и как прошли соревнования в сюжете Иваны Филипповой. Дойти до финала без единого поражения. С такой целью на первый турнир главы города по масс-рестлингу приехали более 50 спортсменов. Все они представители разных улусов республики. Среди них как именитые мастера спорта, так и дебютанты-новички. Для Габиш Маллаева, представителя Оленёкского улуса, это уже вторые подобные соревнования. Как признается, одной физической подготовки недостаточно. Нужно владеть правильной техникой. Тренировки нужны обязательно, без тренировки никак. Технику обязательно, конечно, тоже надо учить технику, узнать. Будем работать. В Алмазном крае соревнования такого масштаба провели впервые. Впрочем, в новинку они были не только для спортсменов, но и для организаторов. Городские власти планируют проводить его ежегодно. В этом году только 4 весовые категории и абсолютное первенство. А если турнир будет уже республиканского значения, это будет уже весовых категорий гораздо больше, в два раза больше. И тем более еще должны участвовать женщины. Самым зрелищным моментом чемпионата стало абсолютное первенство. На помост вышли именитые мастера спорта Арчим Бапагай и Юрий Протопопов. Верхневилюйский спортсмен, многократный чемпион Республики России, абсолютный чемпион прошлогодних игр Мончары, Арчим Бапагай уверенно выиграл поединок. Тем самым завоевал главный приз турнира, сертификат на 100 тысяч рублей. В весовой категории до 70 килограммов первое место занял сунтарский спортсмен Сергей Большаков. В весовой категории до 80 килограммов не нашел себе равных мирненский участник Евгений Селляхов. Юрий Михайлов стал чемпионом весовой категории до 90 килограммов. Среди тяжеловесов верхневилюйский спортсмен Арчим Бапагай стал бесспорным лидером. Мирницы встретили очень хорошо. Соревнования прошли на высоком уровне. Для первого раза все замечательно. А самое главное – призы шикарные. Награждали участников и по различным номинациям. Звание «Самый перспективный спортсмен» присудили Айсену Алексееву. Самым техничным мастер-слером назвали Евгения Селляхова. Ивана Филиппова, Артур Голиков, телеканал «Алмазный край». В Ледовом дворце в столице открыли первенство Республики по хоккею «Золотая шайба». Встретились лучшие команды 2007-2008 годов рождения. Репортаж Петра Говорова. Трус не играет в хоккей. С таким лозунгом стартовало первенство Республики по хоккею для команд 2007-2008 годов рождения. После официальной части торжественного открытия игры продолжились по круговой системе. Выиграла 3-2. Сейчас будет открытие. После открытия будет 2007-й год «Полярные волки» играть с командой «Ети» удачной. И завтра также. Завтра две игры. И 8 марта две игры и закрытие. В первенстве принимают участие четыре команды. «Энергия» – «Нерюнгри», два состава команды «Полярные волки» – «Якутск» и одна команда из города «Удачный» – «Ети». У меня в Чите я каждый раз привожу лучшего игрока. В хоккей я чаще хожу. Мы под городом команды летом собираемся и играем. В турнире впервые участвуют ребята из «Удачного». Настрой запредельный. Выходят против «Полярных волков» 2007-го года. На прошлом турнире в «Удачном» я забила трех шлемов. Как забил? Бросаюсь неудобно и попал в три шлема. Первую шайбу всегда удерживать где-то 10 минут. Ну, как там получится. Также в хоккей играют не только мальчишки, но и девочки. Они уже шесть лет защищают ворота сборной города «Нерюнгри» и забивают голы в нападении. Интересовал именно мальчиковый вид спорта. Я в защите. Я в нападении. Ну и как-нибудь попытаться запить. Соревнования продлятся три дня и завершится первенство республики 8 марта. После фантастической игры нашей сборной на Олимпиаде в Хэнчане в Южной Корее небывалый наплыв желающих поставить своего ребенка на лед. Петр Говоров, Владимир Павлов, Якутск. «Волки! Волки! Волки! Волки!» Боец из Якутии Гаврил Семенов внес вклад в копилку медалей сборной Дальнего Востока. В Хабаровске прошел чемпионат России по самбо. Сильнейшие спортсмены со всей страны боролись за звание лучшего и за право выступать на чемпионатах мира и Европы в составе национальной сборной России. Репортаж Шестаса Михайлова. Годом основания единоборства самбо принято считать 1938 год. 80-летний юбилей этого вида спорта в Хабаровске отметили чемпионатом страны. Более тысячи лучших самбистов со всей России боролись за 108 медалей. Развитие самбо на федеральном и международном уровне связано с именами таких популяризаторов, как четырехкратный чемпион мира и девятикратный чемпион России Федор Емельяненко, ставший почетным гостем соревнований. Самбо, как вид спорта, занимал долгое время первую строчку среди всех единоборств и продолжает занимать. То есть нам приходилось встречаться с различными единоборствами и джиу-джитсу, и карате, и тайский бокс, и джи-до. Но всегда удавалось выходить победителями. Чемпионат в Хабаровске стал уникален тем, что впервые за всю историю спортивное и боевое самбо, а также соревнования с женщин прошли на одной площадке. По итогам трех дней состязаний большинство медалей увезли с собой самбисты из Дагестана, Московской и Псковской областей. Медали команде ДФО принесли спортсмены Хабаровского и Приморского края, а также боец из Якутии Гаврил Семенов. Еще четверо якутян дошли до полуфинала. Полуфинал – это уже, считай, утешаться. Это 5-6 место возьмут. Но это уже хороший результат для нас. Для Якутии это отличный результат. Поэтому и по боевой самбо сейчас Гаврил Семен бьется. Он был года 2-3, был третий призем России по этому виду спорта. Поэтому я думаю, что он свой ранж возьмет. Участники и гости чемпионата отметили, что организация соревнований не уступает мировому уровню. Следующий 70-й юбилейный чемпионат России снова будет проведен в Хабаровске. Стас Михайлов, НВК САХА, Хабаровск. Это были итоги дня. Оставайтесь на Якутии 24. Будьте в курсе всех новостей и событий. Берегите себя. До свидания.